Сейчас в основном все внимание приковано к новому океанариуму на острове Русском. И все забыли про старейший океанариум Владивостока, в котором тоже начались перемены. Зайдя внутрь здания, видишь, как рабочие активно выносят экспонаты и выставочное оборудование. Как позже стало известно, это научный центр Тинро покидает стены морского музея. Старейшему океанариуму не только Владивостока, но и России летом этого года исполнилось 25 лет. Основан он был по инициативе Тинро. Позже здание музея было передано введение МУП в Аквамир, а научный центр стал его арендатором. Мы отработали 25 лет и дальше мы просто не можем в том же режиме так же качественно эксплуатировать то оборудование и ту коллекцию, которая у нас была. Также директор Тинро отметил, что постоянное сокращение финансирования отраслевой науки привело к тому, что им пришлось ограничить развитие непрофильной деятельности. Поэтому руководство центра приняло решение расторгнуть договор аренды с Аквамир и покинуть помещение. В итоге по городу поползли слухи, что океанариум на набережной закрывают. Океанариум остается работать так же, как и работал. Будет увеличиваться, будет внутренний ремонт делаться, как-то обновляется экспозиция. Будет снижение стоимости билета с 350 на 250 рублей. Слухи опровергнуты. Вопреки сложившимся обстоятельствам и появлению нового океанариума на Русском, старейший морской музей продолжит свою миссию. И это несмотря на то, что он не имеет никакой финансовой поддержки, в отличие от нагремевшего океанариума на острове, однако который пока закрыт по техническим причинам. В стенах первого океанариума останется почти вся живая часть коллекции. Единственное, пусть и всеми любимый аквариум со ситрами. Их ученые привезут на свою базу в Лучегорск. Кроме живой коллекции, очень большая, мощная, интересная, зарегистрированная в российском реестре музеев, коллекция научная есть, сухая коллекция. Мы ее, конечно же, оставляем за собой. У этой коллекции очень интересная и большая судьба, потому что она возникла в Тенро, Тенро-то 90 с лишним лет, она возникла еще в 30-е годы. У Тенро есть свой музей морской науки во Владивостоке. И сухую коллекцию ученые разместят именно там. Часть экспонатов они уже перевезли. Когда все расставят по своим местам, двери музея вновь будут открыты для всех ценителей морской фауны. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.